Порой они мокнут больше, чем футболисты. Вот баскетбольный тренер – это просто образ. Мокрая от пота рубашка, перекосившийся галстук, бурная жестикуляция, прыжки. Это вот привычный такой образ. Но без лесгинки. Вот этого они делать не умеют. Ну, команды терек просто нет баскетбольной еще. Ну, может, и делать когда-нибудь. Так, смотрим мы за тем, что происходит на поле. Нам дали на мульную тему побеседовать футболисты Спартака и Москвы. Тарас, в турбу сейчас от Аликсу ушел. Тарасов выдает великолепную передачу на Самедова. Самедов. И вот момент забивать и гол. Счет становится 1-1. Вы посмотрите, какой моментище. Звонимир Вукич, а мы с тобой его отправляли в резерв, да, после первого тайма. Он открылся, но как же здорово здесь все сделал Дмитрий Тарасов. Именно он начал атаку и именно он раскрутил всю вот эту вот комбинацию. Уйдя от Аликса, просив прорыв Самедова. И, наконец, вот такая точка. И не поздно пить боржоны. Денис, ну ты знаешь, Анатомия Дракбожевич и главный тренер, чтобы определять, кто остается на поле, а кто с него уходит. Я вот сразу обратил внимание на то, что Вукич стал играть глубже, чем в первом тайме. Москва практически в одного нападающего играет, а Вукич уже даже вот этим полунападающим перестал быть. И как раз сейчас он оказался совершенно свободен. Если в первом тайме его прихватывали по одному, по два футболиста, то теперь он оказался один и счет сравнял.